ребят всем привет и доброго времени суток вы находитесь на канале земцов vision и сегодня я вам расскажу о своих любимых колеблющихся блеснах которые я применяю для ловли щуки летом сегодня я разбил их на три категории верхний ряд это у нас блесны которые лучше всего подходят для ловли на неглубоких местах примерно от 0 5 до 2 метров что касается среднего ряда то здесь у нас представлены блесны которые лучше всего себя покажут на глубинах от полутора метров и примерно до двух с половиной трех метров а нижний ряд это у нас уже довольно тяжелые блесны которые комфортнее всего будет применять на глубинах от двух двух с половиной и примерно до четырех метров хотя конечно же такая градация весьма условно и при изменении проводки как легкую блесну можно заглубить так и тяжелую блесну провести достаточно высоко ну что ж давайте по моделям и потому как их следует применять первая блесна это у нас оркла рубликс оркла весом в 10 грамм может показаться что она точно такая же как и блесна из второго ряда но на самом деле это немножечко не так правая блесенка весит 10 грамм левая блесенка весит 17 грамм и так что касается орклы это s-образная блесна скандинавского типа мой опыт работы с ней насчитывает полтора года и эта блесна за данное время стала одной из моих любимых лучше всего она показывает себя на твичинге таким образом когда вам нужно обловить либо какое-то мелководное плато либо же мелководный залив и так далее мы используем либо орку весом 10 грамм либо орку весом 8 грамм которая на 10 миллиметров у нас короче и она отлично себя показывает при таких условиях ловя как щуку так и долавливая окуня в качестве прилова основным оружием являются подергивание и продолжительные паузы следующая блесенка это циклоп единица что касается ее здесь не все так однозначно с одной стороны эту блесну я разловил с первого заброса окунем и со второго щука с другой же стороны есть водоемы места и время когда эта блесна абсолютно молчит если допустим говорить об оркле или атоме то эти блесны практически всегда способны что-либо поймать они в любой момент их можно поставить и уйти от нуля а вот циклоп в этом плане вовсе не постоянен с одной стороны на него в одну рыбалку можно поймать 10 щук подряд а на другую он будет молчать как заговоренный и ничего вы не поймаете тем не менее проводка с паузами проводка с подвичиваниями мэпс циклоп признанная во всем мире колебалка и отлично работает по щуке далее у нас идет абу гарсия атом 7 граммовый он очень похож как на циклопа так и на орклу по своему поведению на падениях данная блесенка сыпется работает просто великолепно именно по визуалу это одна из тех блесен которая на падение мне нравится больше всего щука в принципе со мной солидарно и абу гарсия тоби 7 граммовочка при ловле на мелководье также показывает себя хорошо вильям сваблер это канадская классика широкое ложкообразное тело причем носовой части здесь нет никаких утоншений в этом плане она спереди и сзади одинаково конкретно эта блесна у меня имеет вот такую вот рифленую поверхность типа битое стекло на спинке блесны мы можем видеть ребро жесткости которая с одной стороны является отличительной особенностью блесны делая ее запоминающийся а с другой вроде как стабилизирует приманку при проводке в любом случае вильям сваблер у меня по крайней мере работает просто замечательно далее бюджетная моделька которая стоит всего порядка около полутора долларов это спидинг sima 14 грамм честно говоря понравилась она мне не с самого начала потому что при ускорении проводки она очень и очень сильно активно начинает закручиваться поэтому это узкопрофильный инструмент предназначенный для ловли как раз только лишь исключительно на стоячих водоемах причем как можно более медленной проводкой иногда очень и очень выстреливает как раз по заливам когда надо провести в траве когда надо провести между кустами водной растительности далее единица профессор несмотря на относительно длинное тело блесна у нас легкая а все дело в том что она имеет довольно узкий корпус мало кто знает но профессор обычный и профессор хелми отличаются вот здесь вот у обычного профессора есть небольшой загиб из-за чего на обыкновенном профессоре тройник стоит на этой части на самом деле это немножечко разные блесны я и сам узнал это совсем недавно что же касается данного конкретного профессора хелми то лучше всего вести опять же с подтвичиваниями либо же простой равномеркой с паузами основной козырь блесны это падение раз они на моей модификации 70 миллиметров 10 грамм это оружие в первую очередь для ловли на меляках буквально лишь от полуметра до метра блесна отлично играет на медленной проводке и отлично играет на падениях это все нужно нам для того чтобы и соблазнить щуку раз они в некотором роде вне конкуренции 17 граммовая оркла уже так и действительно похоже на железо на настоящее колебло в полном смысле этого слова универсальная колебалка которую при изменении скорости проводки можно провести как мелко так и загнать на глубину но лучше всего она показывает себя в среднем горизонте воды по крайней мере если мы говорим о каких-то разумных пределах одна из наиболее универсальных на мой взгляд блесен для ловли как щуки так и в принципе крупного окуня и судака очень достойно на среднем горизонте показывает себя советский атом который весит у нас 15 грамм проводка может быть абсолютно любой начиная с простой равномерки вплоть до подвечиваний с паузами блесенку можно применять как на водоемах со стоячей водой так и на водоемах с течением вплоть до среднего но со скоростью проводки не стоит слишком усердствовать потому что на слишком большой скорости а там у нас заходит в штопор тем не менее щуку привлекает просто замечательно и это блесна которая уже многие десятилетия подтверждает звание одной из лучших поэтому она в моем арсенале есть всегда блесенка blue fox люциус она очень сильно похожа на блесну профессор онега профессора онеги у меня нет а что касается люциуса то весит он всего 12 грамм он очень компактный очень далеко и точно летит одна из лучших на мой взгляд блесен в плане заброса и не менее хорошо работает на проводке работает на равномерке простой но лучше всего по щуке опять же применять равномерную проводку с паузами опять для глубоких заливов для облова прибрежных бровок где у нас стоит щука и окунь зачастую потому что окунь жалуют данную блесенку тоже подходит очень и очень хорошо спины к следе 18 граммовая это уже несколько более крупная блесна ее можно даже было бы отнести глубоководным но за счет классической формы классическая грушевидной формы она неплохо работает и на средних глубинах также один из наилучших на мой взгляд вариантов бюджетных для ловли щуки если вы ищете первую блесну на щуку если вы ищете ту блесну которую не жалко будет оборвать в незнакомых для себя местах то леди конечно же можно использовать работает как на равномерке почему отлично подойдет для новичков так и на проводке с паузами и протяжках спинникс перч классическая щучья колебалка которая является выбором многих начинающих спиннингистов весит перч 3 15 грамм хорошо подходит для ловли на средних глубинах и в принципе собирает всего хищника как до которого только лишь может дотянуться многое зависит от окраски и сейчас я стал вот такую вот использовать блесенку которая имеет голографическую наклейку с имитацией чешуек акми литл клео это блесна которую я называю американским атомом имеет такую вот двухстороннюю асинхронную раскраску когда одна сторона является у нас провокатором а вторая серебро имитация натуральной рыбки и за счет постоянной смены происходит мерцание и за счет чего хищник у нас и видит блесну с дальнего расстояния интересуется ней и атакует в принципе это такой элитный середнячок я бы сказал блесна которая стоит относительно недорого и приобретя которую можно быть уверенным в том что эта блесна будет работать практически на любом водоеме и при любых условиях флагман стрета 15.5 это у нас копия циклопа довольно новая для меня блесенка но уже успел на нее половить и успел ее обловить в принципе по поведению по всему мне кажется что практически точь-в-точь повторяет свой оригинал поэтому говорить об этой блесне много не буду у нас стоит недорого и в принципе как альтернативу спиннексу можно приобрести и попробовать в деле на эту блесну в этом году я точно буду ловить довольно много смит перешка так называемый японский вип класс как и многие блесны японской школы она весьма сбита и выполнена из довольно толстого листа металла блесна у нас очень качественно окрашена фурнитура очень хорошая но я покупал ее без тройника поставил вот такой тройничок он сюда чуть-чуть не проходит по моему по размеру я переставлю немножечко больше и в целом конечно же характер применения ловли на эту блесну отличается допустим от того же раз они 10 граммового допустим вот эта блесна у нас весит 9 грамм вот это вот весит 10 грамм само собой что проводить их придется немножечко по-другому на мой взгляд лучше всего себя пирожка показывает на твичинге причем на довольно резком конечно же на блесну можно ловить и настоящих водоемах но лучше всего она себя все же показывает на среднем и медленном течении акми воблрайт опять же американская блесна я в свое время выбрал именно вот эту вот блесенку потому что во первых у нее вот такая вот рельефная имитация чешуек во вторых довольно интересная окраска опять же диссонирующая при проводке основным козырем данной блесны являются паузы ну и в принципе она довольно толстая она компактная сбитая хорошо летит вот это вот блесна в основном работает по щуке травянки причем чаще всего щучка берет ее буквально в шахту а булгарсия атом или так называемый шведский атом имеет рельеф поверхность типа стиральная доска за счет вот этих вот бугорков создаются завихрение воды при проводке и хищник дополнительно привлекается что касается данного атома то он у меня лучше всего работает просто на простой медленной равномерной проводки из-за того что как раз он работает при медленной проводке именно поэтому я отношу его глубоководным и летом ловить крупную щуку на глубоких местах можно с помощью этой блесны советская блесна черноспинка имеющая классическую форму чем-то даже похоже на вильям сваблер наверно тем что у нее нет утоншения головной части как бы там ни было данная блесна уже опять же многие десятилетия остается одной из рабочих приманок по щуке и на крупных водохранилищах особенно вот эта блесенка показывает себя неплохо спиннекс атом это реплика советского атома причем на мой взгляд одна из наиболее лучших у меня подобных спиннексов если покопаться наберется наверное десятка три некоторые из них уже вообще мертвые некоторые лежат новенькие ждут своего часа вот это у меня в настоящее время одна из рабочих блесен очень и очень хорошая блесна несмотря на свою цену конечно же со временем начинает ржаветь крючки здесь также начинают ржаветь их лучше со временем заменять но это одна из тех блесен которая работает практически всегда это одна из моих любимых блесен наряду с орклой и наряду с ваблером советская колеблющаяся блесна почка настоящий артефакт и редкость в наше время сейчас я ее стараюсь уже не применять просто потому что не хочу оборвать в то же время при проводке она занимает вот такое положение и начинает работать практически как риппер можно сказать что это нечто среднее между обычной колебалкой и цикадой как бы там ни было а щука такую проводку очень и очень приветствует у меня случались моменты когда за проводку следовало пару атак и буквально достал блесну после атаки забрасываешь туда же проводишь и опять атака что касается именно повторяемости поклевок и долавливаемости то это одна из лучших блесен в этой дисциплине pantone 21 samplior это уже легендарная японская блесенка у меня она в весе 18 грамм конечно же хочу себе найти еще 14 но в моей стране с этим есть небольшие проблемы да и эту блесенку я покупал за очень и очень большие деньги из остатков блесна имеет форму ивовый лист очень интересно загнута носовой части конечно же имеется сужение выполнена из довольно толстого листа металла очень интересные имитации либо чешуек либо как это еще назвать причем блесна интересно окрашена то есть краска находится именно в этих вот ямочках из-за чего очень крепко сидит это все нюансы главное что выполнена блесна качественно имеет качественную фурнитуру и очень нравится щуке лучшая проводка это проводка с паузами и иногда небольшие подтвечивания ну и закончим мы сегодня на вот этой вот блесенке rapala minous pun в принципе ее следует оценивать отдельно от всех прочих дело в том что блесна у нас во первых применяется совсем по-другому потому что это не за цепляйка имеющая только лишь один крючок прикрытый усиком ну и корпус ее выполнен из пластика в носовой части имеется груз который собственно и обеспечивает блесне то что она заглубляется то что она может работать при проводке конечно же применяется она на меньших глубинах чем у нас нижний ряд весь но как бы там ни было а по щуке работает и по-своему она без альтернативно с ней может быть может сравниться только раз они не зацепляйкой то на мой взгляд минус он выигрывает вот на такие колеблющиеся блесны я ловлю летом поделитесь в комментариях какие блесны являются на ваш взгляд лучшими и на какие блесенки в целом ловите вы будет очень интересно узнать ваше мнение и ваш опыт если вам это видео было полезным то ставьте лайк подписывайтесь на канал и счастливо